Казачьему роду нет переводу. Матвей Платов и его время. Так называется новая выставка, которая открылась в Таганрогском художественном музее. Она посвящена 270-летию со дня рождения великого атамана Донского казачьего войска Матвея Платова. Выставка, которую подготовили сотрудники художественного музея, разместилась в трех залах корпуса «Русское искусство» на Александровской, 56. Около ста произведений, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства рассказывают, если не о самом атамане Платове, то о его эпохе. В работах художников отражена и сила казачьего духа, и красота донских степей, богатство традиций. Особой гордостью музейной коллекции является часть сервиза, принадлежавшая Платову, а сейчас она часть музейной экспозиции. Мы, как и многие музеи, в этом году откликаемся на значительную дату и открываем в наших залах выставку, в которую вошли не только предметы из собрания нашего музея, но и авторская живопись известного донского художника Игоря Реброва. То есть выставка состоит из несколько блоков. У нас, к сожалению, в собрании музея нет предметов, напрямую связанных с атаманом Платов. У нас музей художественный, у нас казалось так, что и портреты в собрании музея нет. Но зато у нас есть замечательный уголок гравюр ростовского графика Ковалева и Куприянова, ростовских графиков, которые сделали целую серию атаманов, донских атаманов до Платова. То есть у нас есть такое историческое прелюдие, скажем, к самому герою нашей сегодняшней выставки. У нас есть замечательный раздел, так называемый «Война и мир», где представлены предметы первой половины XIX века. И еще раз я говорю, если они не связаны напрямую с Платовым, то, по крайней мере, отражают эпоху того самого времени, когда он жил. И часть этого раздела посвящена, естественно, войне 1818. И, наконец, последний раздел выставки – это пейзажи донских современных художников. И вот как раз шесть произведений авторских Игоря Реброва. На открытии новой экспозиции звучали казачьи песни и крики Люба. Первыми гостями выставки стали не только все те, кто искренне любит художественное искусство во всех его проявлениях, но и казаки таганрогского казачьего общества. Биографию Матвея Ивановича я рассказывать не буду, вы уже все просмотрели. Он участвовал при своей жизни во всех войнах, которые ввела Российская империя, конца 18-го, начала 19-го века. Он награжден практически всеми орденами и медалями Российской империи. После событий Великой Отечественной войны 1812 года ему был пожалован титул графа. Это о новом говорит. Здесь рассказывали, что он профессор Оксфорса университета, да? Его боготворила вся Европа. Лучшие люди, элита тех времен Европы за честь воспринимала быть знакомым или побеседовать с атаманом Владовым. О значении этой выставки в разрезе патриотического воспитания молодежи говорили депутаты городской думы и директор Тогорогского художественного музея Тамара Пугач. И эта выставка про войну и мир, про доблесть и славу, про гордость за свое отечество, про честь и достоинство. И я думаю, что каждый экспонат расскажет вот об этих позициях. Сразу после церемонии открытия экспозиции сотрудники художественного музея провели первую экскурсию для посетителей. Нам остается добавить, что выставка будет работать в течение всего летнего периода, а значит, у таганрожцевых гостей города есть прекрасная возможность погрузиться в великолепную эпоху начала 19 века. Тем более, что этот 2023 год объявлен губернатором Ростовской области годом Платова.